Всем привет! Сегодня мы будем вязать вот такого вот маленького мишку. Этот мишка ростом 16-17 сантиметров. Вязать мы будем из пряжи Ярнар Дольче. Это розовый цвет номер 750. Вязать мы будем крючком номер четыре. Сейчас будем вязать ножки и вязание мы начинаем с кольца амигуруми. Кольцо амигуруми я, как правило, не делаю, потому что из вот такой вот плюшевой пряжи его связать довольно сложно. Поэтому я делаю вот таким вот образом нитку, обматывая вокруг пальца. Сейчас буду объяснять прямо вообще элементарно, без каких-либо терминов, чтобы человек, даже взяв первый раз в руки крючок и нить, смог повторить это. Так вот таким образом делаем петельку и делаем еще две петли. Вот. И в первую петлю, в самую первую петлю, будем делать шесть столбиков без накида. Это у нас и получится кольцо амигуруми. Вот один, два, два, три, четыре, пять, шесть. Так, вот сейчас мы сделали шесть столбиков без накида и теперь вяжем второй ряд. Нам нужно в каждую петлю, у нас их шесть, в каждую петлю сделать прибавку. То есть берем в первую петлю провязываем два столбика без накида, один и два. Во вторую петлю провязываем два столбика без накида, в третью петлю провязываем два столбика без накида, четвертая петля, пятая петля и шестая петля тоже два столбика без накида. Таким образом у нас получается шесть прибавок и двенадцать столбиков без накида по кругу. Третий и четвертый ряд нам нужно провязать просто в каждую петлю по одному столбику без накида, то есть двенадцать столбиков без накида в третьем ряду и двенадцать столбиков без накида в четвертом ряду. Чтобы себе не делать никакие пометки, просто можете двадцать четыре столбика без накида провязать и это будет два ряда. Один, два, три, четыре, Двенадцать столбиков без накида в третьем ряду. Выворачиваем вязание, вот это у нас лицевая сторона, внутри изнаночная, и еще двенадцать столбиков без накида в четвертый ряд начинается. Двенадцать столбиков без накида в четвертый ряд. Четыре ряда провязали. Один, два, три, четыре. В пятом ряду мы будем делать убавки. Провязываем один столбик без накида и одну убавку. Так нам нужно будет сделать четыре раза. Вот один столбик без накида и убавка. Убавку я делаю за переднюю стенку, чтобы они были незаметными. Вот я беру первую петлю, вторую петлю за переднюю стенку и провязываю. Один, два, три, и четвертый раз. Один столбик без накида и одна убавка. Это у нас пятый ряд. Теперь шестой, девятый ряд нам нужно провязать восемь столбиков без накида. То есть у нас осталось восемь столбиков и просто их вяжем по кругу четыре ряда. Шестой, седьмой, восьмой и девятый ряд. Можно пометить себе специальными штучками. У меня вот эта шпилька, как-то мне удобнее. Можно пометить начало ряда шпилькой. Можете пометить ниткой, кому как удобно. Можете просто вязать и не помечать. Вот это первый столбик. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Это у нас шестой ряд. Еще нужно провязать три ряда. Один, два. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Делаем соединительный столбик и обрезаем нить. Нить обрезаем не очень далеко. Нам хвостик этот лишний не нужен. И прячем остаток нити вовнутрь вязания. Вот это у нас связана одна ножка. Таким же образом вяжем вторую ножку и переходим к ручкам. Ручки вяжем в начале точно так же. Обкручиваем нить. Вместо кольца амигуруми вяжем два столбика без накида и в первый столбик провязываем шесть столбиков без накида. Один, два, три, четыре, пять, шесть. Теперь делаем прибавку через одну петлю. То есть провязываем один столбик без накида и одну прибавку. Так нам нужно сделать три прибавки. Вот один столбик без накида и во вторую петлю прибавку. Два столбика без накида. Один, два, три. Теперь делаем один столбик без накида и прибавка. Теперь делаем один столбик без накида и прибавка. Таким образом у нас получилось девять столбиков без накида. Третий и четвертый ряд мы провязываем крючком без изменений в каждый столбик без накида по одному столбику без накида в каждую петлю. Вот, провязываем крючком один, два, три. Вяжем крючком один столбик без накида. Вязание крючком выворачиваем крючком. Это у нас лицевая сторона. И четвертый ряд мы вяжем крючком тоже девять столбиков без накида в каждую петлю по одному столбику без накида. Один столбик без накида. Девять столбик без накида. Теперь в пятом ряду мы делаем убавки. Нам нужно сделать три убавки. Первый столбик без накида вяжем крючком без изменений. Дальше делаем убавку. Опять столбик без накида и убавка. Один столбик без накида и убавка. Теперь у нас здесь осталось шесть столбиков без накида. И шестой и седьмой ряд мы вяжем крючком без изменений. По шесть столбиков без накида. Один, два, три. Один, два, три. Одна ручка готова. Во вторую ручку вяжем крючком таким же образом. Здесь сооттенительный столбик и обрезаем нить. Затягиваем крючком и прячем крючком вовнутрь. Вот таким образом. Я связала две ручки и две ножки. Теперь нужно их наполнить наполнителем, потому что сейчас мы будем вязать туловище и ввязывать и ножки и ручки. Ручки я наполнителем не набиваю, потому что они очень маленькие и если их еще наполнить холофайпером, то они тогда будут просто оттопыриваться сильно. Вот поэтому ручки оставляем так, а в ножке наполнитель набиваем. У меня это холофайпер, вот такой вот. Тоже немного, чуть-чуть. Вот таким образом я это делаю. Совсем чуть-чуть. Мишка у нас маленький, поэтому наполнителю нужно на него немного. Вот как-то так. Примерно смотрите, чтобы это было одинаково. Вот. И начинаем вязать туловище. Снова делаем кольцо амигуруми. У нас это не кольцо, но я называю его все равно кольцо амигуруми. Вот. Две петли провязываю и в первую петлю шесть столбиков без накида. Один, два, три, четыре, пять, шесть. Во втором ряду делаем шесть прибавок. В каждую петлю провязываем по два столбика без накида. Один, два, три, четыре. Старайтесь, что петли не пропускаются. Лучше пересчитывайте в каждом ряду, что у вас получается. Пять и шесть. Это мы закончили второй ряд. В третьем ряду делаем шесть прибавок. Один столбик без накида, одна прибавка. Один столбик без накида, одна прибавка. И так до конца ряда. Всего шесть раз нам так нужно сделать. Можно пометить, чтобы не запутаться. Можно пометить начало ряда. Вот провязали первую петельку и поставили себе меточку. Один. Теперь делаем прибавку. Два, три. Снова один столбик без накида и прибавка. Снова столбик без накида и прибавка. Столбик без накида и прибавка. Уже мы это сделали четыре раза, еще нужно сделать два раза. Столбик без накида и следующую петлю прибавка. То есть два столбика без накида и шестой раз. Столбик без накида и прибавка. Вот конец ряда. В четвертый ряд мы вяжем два столбика без накида и прибавка. Два столбика без накида и прибавка. И так же шесть раз. Вяжем два столбика. Вот провязали один столбик и поставили себе меточку, чтобы не запутаться. Один, два столбика. Теперь в третий столбик делаем прибавку. То есть прибавка получается над прибавкой в прошлом ряду. Опять два столбика. Один, два и прибавку. Снова два столбика и в третью петлю прибавка делаем прибавку. В пятом ряду мы будем провязывать ножки. Для этого мы вяжем сначала восемь столбиков без накида. Вот один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Берем ножку. Берем ножку и с ножкой провязываем четыре столбика без накида. Берем ножку сразу насквозь через две петельки. Вот здесь петельку и здесь петельку. Ножку как взять нам не важно, потому что мы не делали ни где-то пяточки, носочка. То есть у нас обычная ножка. И поэтому не важно как мы ее возьмем, берем таким образом и четыре петельки. Смотрите, тоже здесь очень аккуратно, чтобы не пропустить петлю. Вот один, следующие две петельки насквозь, два, вот так вот. Это у нас три и вот здесь вот у нас четыре. Вот одну ножку мы провязали. Дальше мы вяжем снова восемь столбиков без накида. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. До конца ряда у нас остается четыре петельки. Вот один, два, три, четыре. Тоже провязываем ножку. Вот берем две петельки и провязываем. Один, два, три и четыре. Это у нас пятый ряд. Вот. В шестом ряду мы делаем три столбика без накида и прибавка. Продолжаем дальше прибавки наши. Вот один, два, три, прибавка. Один, два, три, прибавка. Так до конца ряда. Седьмой ряд мы провязываем без изменений в каждую петельку по одному столбику без накида. У нас тридцать столбиков без накида, поэтому седьмой ряд мы делаем тридцать столбиков без накида. Вот первую петельку я провязала, поставила себе здесь маркер и давайте дальше. Один, два, три, четыре. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Это мы закончили седьмой ряд. В восьмом ряду делаем убавки. Три столбика без накида провязываем, потом убавка. Три столбика без накида, потом убавка и так до конца ряда. Продолжение следует... 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 Убавка. Убавка. Так, это мы закончили восьмой ряд. В девятом ряду снова делаем убавки, но уже через два столбика. Провязываем два столбика без накида и одна убавка. И так шесть раз. Так, один, два, убавка. Один, два, убавка. Один, два, убавка. Так, провязываю одну петельку, чтобы не запутаться, и переношу маркер, что это у нас начало ряда. В десятом ряду провязываем восемнадцать столбиков без накида, без убавок, без прибавок, просто восемнадцать столбиков без накида. Один мы уже провязали, поэтому... Дальше вот два, три, четыре... Дальше вот два, три, четыре... В одиннадцатом ряду провязываем крючком шесть столбиков без накида. Один, два, три, четыре, пять, шесть... И провязываем крючком шесть столбиков без накида с ручкой. Вот, смотрите, примерно вот так оно будет выглядеть. Один, столбик, два и три. Вот вместе с ручкой провязываем крючком шесть столбиков. Один, сначала в руку продеваем крючок, потом в туловище два, снова в руку и в туловище. Дальше провязываем крючком шесть столбиков без накида по спинке. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. До конца ряда у нас осталась одна петля. Петелька, это вам для ориентира, чтобы все правильно вязать, петельки не пропускать. И сейчас снова провязываем крючком шесть столбика с ручкой и заканчиваем вязание туловища. Один, два и третья петелька, все, теперь делаем соединительный столбик, вот у нас туловище получилось. Ниточку обрезаем, чуть-чуть оставляем хвостик, чтобы пришить голову и обрезаем нить. Вот примерно так я оставила, если что, если вдруг ее не хватит или она распустится в процессе пришивания головы, то просто возьмете обычную нитку с иголкой и пришьете. Затянули, теперь давайте набьем холофайбером и у нас туловище будет готово. Вот, холофайбером набиваем хорошо, чтобы наш мишка держал форму, вот туда прямо вниз. Очень-очень хорошо этот холофайбер набиваем, вот так вот, ну конечно без фанатизма, потому что, если много холофайбера набить, то будет он очень такой вот не мягенький, а такой очень твердый. Так, вот, как-то так. Вот, вот возле шеи тоже следите, чтобы холофайбера была достаточно, чтобы у нас головка не болталась, когда мы ее пришьем. Ну вот, как-то так, но недостаточно. Вот, и вот это у нас получилось туловище Мишкина, такой вот. Сейчас будем вязать голову. Сейчас будем вязать голову.